В этом году экспозиция Краснодарского края как никогда высокотехнологична. Муниципалитеты отказались от больших стендов и объединились в экономические зоны. Информацию обо всех инвестпроектах можно узнать всего через пару кликов. Таким образом мы видим, что инвесторам предлагает тот или иной район. От промышленных парков до термальных спа-курортов на Всероссийском инвестиционном форуме Кубань представляет 58 проектов. Все предложения сформированы муниципалитетами и отвечают стратегии 2030. Которые приняли в прошлом году. Документ уже расставляет приоритеты для будущего развития края. Исходя из этого, каждый район должен выявить сильные стороны своей территории. Неизменным остается одно – улучшение качества жизни кубанцев. В этот раз мы подошли абсолютно нестандартно, необычно. Это не рядовые проекты, связанные со строительством, либо капитальными вложениями. А именно мы пошли по стратегии развития Краснодара и Умного города. Это очень интересные проекты. Они связаны с развитием комплекса жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, транспорт, дороги. Привезли проекты мы, конечно. Это два очень прорывных и серьезных проекта. Первый – это строительство газотурбинной станции, ударной на 500 мегаватт. И второй – вагоноремонтный завод. Вагоноремонтный завод, который будет, эти два инвестиционных проекта, будут реализовываться на территории Крымского района. Строительство нефтеперерабатывающего завода объемом порядка 6,5 миллионов тонн в год. Объем инвестиций в 65 миллиардов рублей. Это очень серьезный проект. У нас в Славянском районе очень серьезно развивается промышленность. Поэтому мы надеемся, что этот проект нам даст дополнительно 500 рабочих мест. Поступления в концернерный бюджет огромные. Поэтому надеемся, что у нас все получится. Регион разделили на пять экономических зон и две агломерации – Краснодарскую, Сочинскую. В них определены ключевые проекты, которые станут реальными точками роста территории. И если в предыдущие годы губернатор вместе со своими заместителями обходил все 44 стенда муниципалитетов, то теперь на форуме решили подойти к этому вопросу более стратегически. Главы защищали свои инвестпроекты на презентации. Самая большая экономическая зона по количеству городов и районов – Центральная. На территории 11 муниципалитетов уже планируют реализовать четыре прорывных проекта. Один из них будет направлен на решение вопроса энергодефицита в крае. Специализация нашей зоны, конечно же, на следующем основывается. Это транспортно-логистический, конечно же, комплекс, промышленный комплекс, агропереработка. И мы можем сказать, что в нашей зоне есть два района, такие как Славянский район и Приморско-Ахтарский, и еще Абинский район, который как раз-таки с помощью своих направлений, в одном это активный туризм, в других это морское побережье и рекреация. Все это дает специализацию нашим зонам. Черноморская зона, например, представлена проектом строительства винодельни, которая будет работать по принципу полного цикла от выращивания винограда до продажи уже непосредственно вина. А восточно-экономическая зона предлагает реконструкцию уникального крахмального завода, единственного в стране по производству мальтодекстрина. Мениамин Кондратьев отметил, что главам районов необходимо выработать конкретный алгоритм работы, чтобы описанные проекты на бумаге в ближайшем времени реализовались. Никого не интересует, насколько мы старались, сколько часов в сутки мы работали, насколько мы активны. Населению нужны результаты, я это не раз говорил. Результаты. В детстве, наверное, у всех была такая игра, как мы делали, не скажем, а что сделали, покажем. Вот, наверное, самый главный должен быть принцип в нашей работе. Надо в целом нам всем понимать, что мы хотим получить на выходе. Каждый видит по-разному, наверное, принцип достижения экономических результатов в той или иной экономической зоне. И, коллеги, это не значит, если мы в рамках стратегии расставили приоритеты развития экономических зон, то эти приоритеты незыблемы. Ни в коем случае. В народе говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому, если в той или иной экономической зоне в ходе реализации возникнут новые приоритеты экономического роста, те стартапы, конечно, к ним нужно прибегать. Экономические зоны, как и стратегия, может трансформироваться, исходя из экономических реалий сегодняшнего и завтрашнего дня. И здесь нужно ориентироваться и на жителей края, и на гостей, которые ежегодно приезжают на Кубань, отметил губернатор. Тем более, у региона есть все возможности, чтобы в дальнейшем закрыть потребности внутреннего рынка России. И Краснодарская агломерация, и Сочинская агломерация – это огромный, еще раз подчеркиваю, огромный рынок сбыта для наших сельхозпредприятий и наших переработчиков, наших краевых. И мы вот где-то этот рынок не используем. Мы все время пытаемся найти какие-то другие рынки сбыта, выйти, понятно, за пределы края, это нормально на внутренний рынок страны. Коллеги, у нас свой рынок. Нам нужно сделать анализ потребительского рынка, и из этого, конечно, уже исходить, привлекая инвестор. Потому что просто что-то выпускать или перерабатывать, только потому что мы этого хотим, это неправильно. Конечно, в первую очередь, любой инвестор думает о сбыте продукции, которую он будет перерабатывать, либо производить. И вот здесь мы должны в помощь ему проанализировать рынок и сказать, что вот емкость вот такой-то продукции вот такая. После презентации муниципальных проектов, меня Амин Кондратьев осмотрел стенд края. Сочи, Краснодар и Невроссийск вошли во всероссийский проект «Умный город». Он презентует внедрение цифровых технологий в городскую среду. Например, «Умная ЖКХ» или «Умный транспорт». Губернатор отметил, важно, чтобы эта программа была не просто красивым проектом, а нашла реальное применение в жизни кубанцев. Как сделать так, чтобы эта программа реально заработала на горожанина, на людей, которые живут в том или ином населённом пункте? Вот тут должно быть комплексное решение. Не просто программа распознаёт, способствует, а как реагировать сегодня местной власти с помощью каких-то инструментов и ресурсов на то, что она распознала, обнаружила, выявила. Вот в чём самый главный вопрос. Видеокамеры, конечно, которые должны фиксировать это, где мусор не вывозится с тех или иных улиц, в течение часа, если уже зафиксировал «Умный город» эта программа, что мусор не вывозится, в течение часа этот мусор должны вывести. Скорость реагирования. Абсолютно, потому что просто «Умный город» ради «Умного города» эта программа нам не нужна. И она мне не нужна, и горожанам не нужна. На рифе не забыли о туристических проектах. Гости форума смогут погрузиться в эпоху Боспорского царства. Участников будут встречать древние греки. Маршрут «Золотого кольца» Боспорского царства объединил античные полисы, которые существуют на территории края, а также археологические музеи-заповедники. Туроператоры уже начали активные продажи по этому направлению. Те, кто по этому туристическому маршруту поедет, они же тоже потенциальные покупатели, в том числе того, что мы производим на Кубани. И в нашем крае сувенирные продукции, продукты питания. То есть это так называемый мультипликативный эффект, который мы можем получить. Все точки притяжения, а с точки зрения туристической составляющей мы должны использовать. Коллеги, это экономический проект. Экономический. Не только туристический, экономический счет. Глава региона более подробно рассмотрел проект Южного экспортно-импортного хаба. Он включает в себя 9 портов и 4 аэропорта. Губернатор отметил, масштабный перегрузочный узел обеспечит совершенно иные возможности, как для края, так и в целом для Юга России. Вместе с тем необходимо выработать единую транспортную логистику. Наше побережье, да, это не одна большая причальная стенка баланса. Еще раз, балансированность интересов и края, и жителей региона, ну и, конечно, инвесторов, которые хотят строить портовую мощность. Балансированность интересов. А просто отпустить эту ситуацию на откуп сегодня инвесторам мы не можем. Деловая программа форума начнется уже завтра. На стенде Краснодарского края последнее приготовление. У регионов будет всего два дня, чтобы заинтересовать инвесторов на полях рифа. Экспозицию Кубани планируют посетить руководители порядка 10 городов. Ведь он самый масштабный. Его площадь более полутора тысяч квадратных метров. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань, 24, Сочи.